Девочка-пай В студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте! И вот лишь некоторые темы выпуска «Настоящего». Без него невозможно увидеть красоту окружающего мира. 11 октября – Всемирный день зрения. Об этом Анна Мельченко. Не пороть горячку, а позвонить по телефону в горячей линии советуют призывникам Армавира. Об этом подробнее поговорим в выпуске новостей. 14 октября – выборы депутатов в законодательное собрание Краснодарского края пятого созыва. Как показывают социологические опросы, в народе бытует мнение, что голосование – это бесполезное занятие. Мол, ничего от людей не зависит, так считают и многие армавирцы. Но есть и другое мнение, которого придерживаются не только очень сознательные, но и почетные горожане. Давайте вспомним, каким был наш Армавир. 5 лет, 2 года, год назад. Он все лучше становится. Сегодня наш Армавир – это прекрасный город. Я его безумно люблю. Совсем недавно день города прошел. Сколько новых объектов было сдано. Я вот езжу на работу, с работы по улице Володарского. Какая прекрасная детская площадка. Наш город развивается. Но совершенству нет предела. Мы хотим еще лучше. А для того, чтобы еще лучше было, мы должны прийти 14 числа и проголосовать за наше лучшее будущее. Уделяется внимание здравоохранению, образованию, культуре. Улучшаются наши дороги, скверы. И вот теперь, когда мы вновь подошли к этому этапу, мы оцениваем работу предыдущего законодательного собрания Краснодарского края и думаем, что нам надо же выбрать достойных людей. И если мы не будем участвовать в этом, то как мы выберем этих достойных людей? Я думаю, что каждый, зная о заслугах того или иного кандидата, обязательно придет на выборы и проголосует за людей, которые будут и дальше способствовать развитию нашего Краснодарского края и города Армавира. Почему надо идти на выборы? Потому что мы должны выбрать людей достойных. Тех людей, которые много сделают для дальнейшего развития и процветания Кубани. Тех людей, которые уже прошли определенную школу и политическую, и хозяйственную. Тех людей, которые помогают и помогли городу стать таким красивым, уютным, благоустроенным. Тем людям, которые помогают возродить добрые традиции и чтобы город Армавир назывался не торгово-промышленным городом. За 45 лет моего участия в голосовании я не пропустил ни одних выборов. Не всегда был доволен результатами выборов, но никогда не был разочарован в том, что я ходил на голосование. Потому что не участие в голосовании, отказ от выполнения своего гражданского конституционного долга – это плохой пример для грядущего поколения. Дипломом второй степени наградил губернатор Кубани Александр Николаевич Скачев город Армавир за достижение высоких показателей среди муниципальных образований в кластере «Грабоводство». Диплом вручили по итогам проведения агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка-2012». Напомним, Армавир на ярмарке представил свыше шести тонн самой разной вкусной и полезной продукции. Среди участников – сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, а также представители перерабатывающей пищевой промышленности и те, кто производит оборудование для сельхозсектора. Большую часть армавирской экспозиции занимали продукты питания. Абонять, осязать, вкушать, слышать и, наконец, просто видеть. Без всех этих жизненно важных проявлений человек просто не мог бы существовать. За все это отвечают органы чувства и зрения. Если в организме происходит сбой, на помощь придут люди, о специальности которых сегодня вспоминают особенно. Анна Мельченко продолжит тему. Чтобы жизнь была яркой, каждому из нас необходимо хорошее зрение. Как защитить его? Как сделать так, чтобы краски окружающего мира никогда не блекли в наших глазах? Все очень просто. Нужно заботиться о них. Именно о глазах и заботятся врачи-офтальмологи. Лучше стало на фоне лечения? Да, намного лучше. У меня вот особенно в правом глазу, знаете, как пчела большая, затмевала полностью мне глаз. А сейчас у меня уже нет вот этой, ну, серости. У нас отделение в основном проводит консервативное лечение. И еще оказываем экстренную помощь. То есть привозят травмированных больных. Мы здесь занимаемся первичной хирургической обработкой ран, то есть оказываем квалифицированную офтальмологическую помощь. Глазное отделение является наше межрайонным. Раньше обслуживала Традненский, Новокубанский, Успенский, а теперь еще приезжают из Белореченки, из Белиски. Ромавирское офтальмологическое отделение не бывает пустым. Здесь действительно проходит лечение как горожане, так и пациенты из близлежащих районов. Я из Новокубанского района, лежу здесь уже третий раз. Здесь врачи очень хорошие, всегда внимательно относятся ко всем больным. Стоит отметить, что в отделении офтальмологии многие из пациентов обследуются не впервой. Лидия Андреевна Калинина проходит лечение в клинике уже в восьмой раз. Лечение проходит на уровне улучшения и главное не прогрессирует, потому что мне 81 год, это уже как заболевание пожилого возраста. Доброжелательная обстановка со стороны обслуживающего персонала и, конечно же, профессионализм специалистов дают свои положительные плоды. А истории болезней самые разнообразные. Тут и возрастные изменения зрения и различные бытовые травмы. Одним словом, работы у врачей хватает через край. Упал, повредил глаз, приехал, меня положили сразу. Вот лечат, лечат, все будет нормально, вылечат. Такой оптимистичный настрой, надо заметить, здесь можно наблюдать во всех палатах. Иначе и быть не может. Чуткое и внимательное отношение к своим пациентам отвечает взаимностью. Я врач признала катаракт обеих глаз и дала направление. Я уже шестой раз лежу здесь. Врачи хорошие, санитарочки хорошие. Все очень хорошо здесь. По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 284 миллиона человек имеют проблемы со зрением. Из них 39 миллионов не видят вовсе. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с таким диагнозом. 11 октября – Всемирный день зрения. В этот день офтальмологи особенно настойчиво советуют обратить внимание на одно из самых дорогих органов чувств – зрения. К врачам-специалистам у них тоже есть пожелания. Забота о зрении, профилактика, раннее выявление, вовремя начатое и правильное лечение способствуют тому, что человек долгие годы радует себя познанием окружающего мира. Хочется пожелать коллегам всего самого доброго. 2013-й станет знаковым для всех работников медицины. Губернатор Краснодарского края объявил его годом здравоохранения. Приоритете властей и обеспечению населения качественными и медицинскими услугами. С этой целью решено создать соответствующие условия для работы сотрудников здравоохранения. Это и строительство жилья для врачей, повышением заработной платы и создание офиса врачей общей практики. И даже увеличение числа фельдшерско-акушерских пунктов. Какие только казусы не происходят в жизни. Так, 48 работников из трех организаций города прошли дополнительную диспансеризацию. Сами того не знаю. Это обстоятельство было выявлено в ходе проверки работниками прокуратуры городской поликлиники номер 4. Оказалось, что диспансеризация, на которую с фонда обязательного медицинского страхования было выделено порядка 68 тысяч рублей, проводилась сотрудниками поликлиники лишь на бумаге. Анализ материала прокурорской проверки свидетельствовал о том, что данные действия рядом работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения выполнялся из корыстной заинтересованности. Принято решение о возбуждении шести уголовных дел в отношении шести работников, шести врачей муниципального учреждения здравоохранения. Горячая линия для призывников. В Краснодарском крае начал работать телефон горячей линии военного комиссариата. Сотрудники военкомата и юристы расскажут потенциальным новобранцам, как можно получить отсрочку от армии и кто имеет на это право. Спорные случаи будут разбирать специалисты краевой комиссии, которая имеет право отменять или же подтверждать решение районной. Согласно данным статистики, чаще всего это вопросы по состоянию здоровья. Номер телефона горячей линии 8 800 61 262 23 15. К другим новостям. Власти заставят россиян регистрироваться в соцсетях по паспорту. Томский комитет по СМИ готовит поправки о расширении информации, предоставляемой пользователями при регистрации в Одноклассниках и ВКонтакте. Для начала эту инициативу планируется обсудить на комиссии Госдумы. Инициатива направлена на заботу о гражданах и на защиту прав и свобод несовершеннолетних, а тех, кто во всемирной паутине распространяет детскую порнографию, а также слухи о свержении режима. Если человеку нечего скрывать, то он не будет возражать, считают специалисты. В противном случае возникнет подозрение. Кроме того, в случае выявления правонарушения в сети, совершенного по чужому паспорту, предлагается виновного наказывать вдвойне. Продолжаем выпуск. Поддержать домашний уют, приготовить вкусный обед, а еще написать стихотворение, положить его на музыку и открыть клуб авторской песни. Все это вместе и практически одновременно смогла сделать Суфья Казунина. Она с легкостью справляется далеко с нелегкими задачами. Илья Денишкина побывала в гостях у этой неординарной женщины. В неспокойном океане меня плавает одна, там она уже столетие. На боку ее направо накоряво, нанировано, на фарси войне война. И вот она подключилась в замысловатую звукозаписывающую технику, взяла в руки гитару и запела. А мы услышали в песне не только чудесный голос, но и душу. К творчеству тянуло с самого детства, повествует Софья Казунина. Учеба в музыкальной школе по классу фортепиано, спустя время переезд из Казани в Армавир. Как поясняет поэтесса, она устойчива к гуманитарии в нашем городе, нашла группу людей со схожими интересами, исполнителей авторской песни. С заданием написать стихотворение Софья удачно справилась, а после родившемуся стихотворению, по мнению создательницы, стала одинока, и она приняла решение сотворить ему пару, в паре с музыкой. Так и стали рождаться первые плоды творения, авторские песни. А три месяца назад в городе был создан клуб авторской песни со звучным названием «Высокая волна». Одним из десяти постоянных членов клуба стала и Софья Казунина. Она призналась, что главным источником ее вдохновения нередко становятся ее коллеги, братья по перу и нотам. Они и словом помогут, и дело посоветуют. Чем клуб хорош, это всегда помощь в тех моментах, которые у тебя, там пробел. То есть ты не можешь знать всего, ты не можешь владеть всем. Но четкая подсказка нужная, она делает твою песню, допустим, просто изюминкой. Участница различных музыкальных конкурсов за три года получила немалое количество грамот. Теперь заветная мечта Софьи, чтобы армавирский клуб авторской песни «Высокая волна» пополнялся новыми талантливыми авторами и певцами, которых в нашем городе предостаточно. Юлия Денишкина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Праздник юмора и смеха. 10 октября в городском Дворце культуры состоялась долгожданная для молодежи события – фестиваль КВН. С подробностями наш корреспондент. Чего начинается КВН? С нового сезона, с отличного настроения и желания поделиться главным – умением шутить. 10 октября открытие 19-й страницы в многолетней книге историй клуба веселых и находчивых началось с традиционного, приветственного слова Сергея Васькова. Бессменный руководитель армавирской лиги представил на суд жюри 15 команд. Эти юные, талантливые мальчишки и девчонки, кто-то уже с опытом, кто-то впервые вышедший на сцену, конечно, жизни себе не представляют без юмора. КВН – не то чтобы для нас это игра, для нас это уже как работа. Мы живем этим. Мы можем до часу ночи здесь оставаться, придумывать шутки, чтобы завтра хорошо доставить удовольствие зрителю. Цель у каждого одна – представить свою команду максимально ярко, чтобы остаться и играть в новом сезоне. Ведь повезет не всем. К сожалению, фестиваль пройдут не все команды, в сезон точнее пройдут не все команды, лучшие из лучших, и их пока шесть. Но, конечно, она жюри любит очень всех, и возможно, что кого-то доберет. Пятигорск и Армавир, Георгиевск и Черкесск – география участников КВН расширяется год от года. И нельзя не отметить традиционное армавирское гостеприимство. Шутки иногородних команд воспринимались на ура. Каждому настоящему мужчине нашей страны пришлось через это пройти. Итак, призывник в поэнкомате. Подходи, снимай штаны. А колготочки тоже снимать. Сейчас волнение каждого игрока ощущают самые отдаленные уголки зрительного зала. А ведь еще недавно все выглядело достаточно беззаботно. Эту картину дано увидеть не каждому. За несколько часов до выхода на сцену финальная репетиция, последние штрихи и заключительная возможность почувствовать себя легко и непринужденно. Новый сезон внес свои приятные коррективы. Теперь на всех играх будут отслеживаться не только командные достижения, но и особенности каждого игрока в частности. Информационный партнер игр КВН – радиостанция «Хит-ФМ Армавир» готова принимать в своих эфирах талантливых и артистичных. По два КВНщика, приглашенных в студию, будут играть в своеобразные разминки. Предельно находчиво и смешно отвечать на вопросы дозвонившихся. Побежденному – слава и почет. Победителю – возможность участвовать в народном голосовании и бороться за звание «Хитового КВНщика года». В общем, с новыми силами, с новыми планами и идеями, 19-й сезон игр Армавирской открытой лиги КВН стартовал. С чем всех, собственно, и поздравляем. На сцене, за кулисами и даже в жюри были Инна Петрова и Александр Жирелеев от «Хит-ФМ» специально для службы новостей Армавира. Быть в курсе последних событий вы сможете с помощью нашего сайта в сети интернет. Его адрес вы видите на экране. Кроме того, на форуме «Медиагрупп» можно поучаствовать в создании очередного выпуска твоих новостей. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. Я же прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. Спасибо за внимание. Не переключайтесь. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Улица Мира, 51. Далее традиционный метеопрогноз.